друзья товарищи приветик что делаем как делаем приблизительно быстро рассказываю с утра вышли из дома к стоматологу к окулисту в магазин home goods за маленькими покупочками и вернулись домой это было предыдущем блоге посмотрите если есть время чтобы я больше об этом не вспоминала не рассказывала вернулись домой двери открыты дома никого нету эх коммунизм . пошла за детьми а сын наверное не знал что дочка пошла за детьми дверь открыл по калифорнийский мы у нас время от времени но так получалось дверь не закрывали выходили возвращались все было на месте хотя альма дома она бы могла защитить вася герой нашего времени тоже дома вася скажи по ребят в общем зоопарк дома был ну что за невнимательность дети остаются детьми хотя кому-то 25 кому-то 40 скоро будет 40 40 детей у нас пока нету пусть будут сколько будут пусть если хотят и в сороковых быть прямо рядом с нами от оставить дверь и уехать куда-то пусть если они так решат пусть так будет но дело не в этом сейчас ждем детей из школы вернуться быстро и такой не быстро естественно нормальный обед ужин что-то сделаем и и хочу показать что купили из магазина могут самой интересно что купили половину помню половину уже вспоминания остались альма она такая хорошая собака очень агрессивный сорт ну такая коварная как заметить мы уже общаемся работаем что-то она пойдет к своему плану к своему любимому и начнет за ним к нему придираться что-то в этом роде но она не знает что мы ее видим этот бедный ворус наверное он пока не готов для ее обильной любви вот хвостом на ее мордочку кажется это любовь должны позвонить для их кастрации здесь если кастрировать в шелтере откуда скажем ну мы их как бы раски сделали быстрее и дешевле где-то 30 долларов если к ветеринару 250 долларов здесь цели прямо отсюда сразу туда вот такие интересные скачки ценные скачки если правильные губы и аннушерс а вот юрдей ванцы это просят все ждем для вас векшу по фрагере кацинку там все голодные как с голода сорвались овощи для нашего кролика пришла увидела морковку капусту и говорит ох какие вкусняшки она просто так ест я тоже любила в детстве просто так морковку и остальное ужин у нас очень простой пони алла водка это сегодня наши дети итальянцы вчера были мексиканцами макароны гречка нарезки немножко картошка . со специи не сделала больше ничего красивые прямо созданы для пасты у нас есть такие тарелки но они все разные 7 одинаковых у меня нету уже есть 8 заказала один разбилась дочка говорит ну как раз маму нас ведь семеро нам больше и не надо всем заплатила что-то мышление эти тарелки комплект купила называются занзибар коллекшн что-то африканское но к тарелки китайские и всегда вспоминаются такие есть китайские майки или китайские не знаю футболочки разные и там написано скажем люблю маму или это это дерево просто взяли нужно было что-то написать и написали сейчас занзибар как алексин из китая чем думали наши китайцы неизвестно именно наверное понравилось звучно и занзибар и самая интересная фирма которая создает или делает эти тарелки евросерамика еврокерамика китай африка европа мир дружба жевачка дети собирайтесь ждем детей уже несколько часов наши любят экстра парма джану больше тем лучше говорят салатик сюда поставлю потому что мальчики не хотят мы с дочкой будет что подальше всем здесь с овощами остальным уже будем угощать это на всякий оставлю пусть здесь будет если еще захотят девочки салфетки и все Я не могу. . 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 немножко поленилась чай поставить но думаю вряд ли сегодня состарюсь не планирую сегодня и говоря про старость что меня на эти маски повело я таким вещам не верю честно скажу по ходу жизни . в основном на какие-то праздники думала наверное давай маму омоложу и такие маски мне покупала но сказать что прямо эффект был весь восхитительный не пробовала но попробую и это с ковьяром даже не заметила даже не заметила что покупать это не только буски о колд и золото но там еще и черная икра мне сейчас хочется посмотреть от нашего спонсора икра на лицо причем тут икра что делает икра вы наверное знаете может быть я не в курсе черная икра на лицо может быть цвет такой лакшой фарминг тритмент фарминг это кожу как будто упругой делает теперь уже хочется просто открыть посмотреть где наша икра масло принеси наверно какие-то свойства у игры есть хочу понюхать честно говоря а икру не пахнет успокоилась нормальный запах обычный икры там нету как видите белая маска я бы подумала эта маска золотистого цвета почему-то обычно такие маски если за написано золотистый или золотой там позолоченный цвет такой до игры нету нас обманули золото тоже нету это завтра положено лицо так на всякий случай даже эти купила еще не пробовала эти золотые тоже из золота сам прямо вся золотая бататовые чипсы это в магазине когда немножко голодные бываете и первый попавшийся вам хрустящий чипс кажется самым вкусным чем-то хотите попробовать я люблю бататовые чипсы бататовые фрайс в ресторанах если есть выбор между картошка или батат всегда батат беру а то фиолетовый джимо там нету какой-то сертифайт нсф глутен фри безглютенный 7 аунсов почти 200 грамм окей не жалеем арам помнишь каком-то ресторане были еда пуэрту рико помни письмо бич были какой-то ресторан пошли совсем еда не понравилось там косава такой белый что-то принесли или это неправильно помню но то другой был юка юка был извиняюсь извиняюсь подумала свежий про попробовали так себе почему-то подумала про этот ресторан и про эту и купила с халапеньо может и остренький о косава еще делают безглютенную муку из косавы так невкусно получается из косавы если замешиваю вместо обычной муки там послевкусие и как будто этот порошок чувствуешь на языке какой острый это тебе не дал сгоришь вкусный немножко сладенький со вкусом кажется барбекю что-то чувствую аромат и очень острый ну очень острый даже для меня не хочу на ночь глядя слишком острый а то всю ночь буду воду пить что мне понравится карамельки мои любимки и попробуем очень люблю с ума скажу то что не надо любить я очень люблю люблю чипсы люблю жареную картошку и люблю карамельки или карамельки не карамельки называют и рис называют здесь карамел называют это с каким-то вкусом рома ушаться она думает это ее сняки но сильно здесь чесутом и сладко не даю мягкий вкусные жуютельные молодец эти очень вкусно получается в печенье но делать тесто печенье как делаете внутри кладете эти штуки и прикрываете выпекаете потом в печенье они такие тягучие такие вкусные получаются делала на этом канале гене печенье и рис поищите я тут сладкое ем остро им она там воду пьют у меня тоже ватечки возьму столько сладкого купила пошла в магазин давай все ничего сладкое не покупают два чипса взяла и уже к выходу они знают куда что ставить чувствует что у покупателя пока дойдет до кассы наверное аппетит разыграется на карамельки и там стоят карамельки и чувствует что посетители очень любят эти персиковые жуютельные резиновые конфеты ухтилю на из холоду она тоже может быть любит но и конфеты не даем если сама не украдет какая-то дегустация получается после ужина такая дегустация очень кстати как раз как раз по вечерам на сладкое тянет у нас еще час арам есть то есть 45 минут а ты со мной решил на интервальном сидишь или стоишь сегодня начал как я любила эти конфеты моя мама их очень любит с кислинкой с хрустящим сахаром с резиновой жуютельной ну очень вкусно очень не что-то принесу свое она а то она такими глазами смотрит жалкими как будто она с голоду прямо в обморок сейчас упадет она точно знает что я ожидать стасируем культура ганости какой же вкусно был давно я их не ела не покупаю не ем если дети не купят я сто лет эти конфеты не куп покупала сегодня в магазине не знаю что на меня это просто взяла чтобы детям время от времени как побаловать это тоже взяла чтобы побаловаться и побаловать сладкую вату тоже очень люблю вместе жареной картошкой и чипсами и карамелью а ты тоже любишь че сладкую вату пожалуйста тебе розовый дать или и желтый это какой вкус нормальный сладкий вкус чайки засечатались ну что мне очень понравился сладкая вата подслащает нашу жизнь больше ничего съедобного нету а с альверца у варч больше ничего не покупала всего там печенюшки тоже есть я бы как взяла он их очень любит окей расческу это для арка взяла а как раз нашим детям мальчикам нужно научиться прочесывать они не любят когда расческой касается их головы что-то мешает это очень мягкая поэтому думаю не будут прочь аркапе еще как это увидит обрадуется на все катушки сейчас я вам покажу как расчесываю это те кто не знали как это делается аркайна сами от ка шевелюра у него маленький не понимает что конфеты очень плохо для здоровья дышать тоже плохо для здоровья но дышим у кошкам ничего не купила это я карамелькой балуюсь хочешь карамель нет не хочешь не знаю где арка а ка шевелюра я узнала я это это Так обрадовался ребенок. Вы можете сказать, что я очень рада. Это ваша, хорошо? А работа с Андрес, но и у нас. Хорошо. Хорошо. Я люблю панды. Это панды. Смотрите. Один берут и ухотят. Всю пачку не забирают. Боятся. Я очень рада. Я очень рада. Спасибо, мама. Мама, это сына, а не сына. Спасибо, сына. Спасибо, сына. Спасибо, мама. Мяфель арка, мяфель бакинтаж. Один взяли, пошли. Что еще купила, но это хочу напоследок оставить. Всегда хочется такую кофеварку. У нас все виды кофеварки в жизни были электронные. Эспрессо мейкер. Не знаю, что мейкер. Мы остановились на классике. Как вы говорите, турка. Мы говорим сирчеп на армянском. А мы остановились на сирчепе. Но вот это хочется. Это единственное, что у нас не было. Мы не пользовались такой кофеваркой. Цвет очень понравился. Такая милая. Ну, нежная. Написано на три стакана. Ну, такой маленький на вид. Попробуем. Сварим, подегустируем. Если понравится, значит, хорошо сделали, купили. Если не понравится, очень красивый дизайн. Иногда может там постоять. Смотрится. На самом деле, сегодня у меня была такая горшковая покупка. Ходила за горшками. Хотела купить горшок для... Подождите. Вот эти цветы. Чувствую, что они уже хотят... Хотела отделить, но многие написали, не надо отделять. Просто пересадите в горшок побольше. Потому что, ну, видно, что они уже хотят... Смотрите, сколько веток новых. И поэтому, думаю, так вместе и посажу. Но надо, чтобы побольше. Или, не знаю, может, сюда лучше. Белый горшок очень хорошо. О, это тоже красиво будет в этом. И пошире. А здесь... Это совсем чуть больше этого, значит. А я думала, это больше, чем это. Наверное, сюда положу. Или посажу. И уже на пол поставлю. Ну да. Для... Хотела купить горшок. И у меня там что-то еще есть. Еще один цветок. Для этого цветка тоже хотела горшок. Окей. И купила горшок один. Горшок два. Это взяла, но, думаю, может быть. И дочку попрошу покрасить в какой-нибудь, может, белый цвет. Может. Потому что вот эти... Этот дизайн... Не знаешь, не то дизайн, не то не дизайн. Что-то некрасивое. Не некрасивое, а что-то не то с цветом. Ненатуральный лук, это говорю. Это хотела сказать. Но у нас уже есть горшок. Так что будем его уберечь. Уже сто лет хочу купить себе такие заколки. И старшей дочке. Помните? Я... Может быть, вы до сих пор делаете, но... Такой вид косы, когда волосы так собирали. В прямую. И этим прикрепляли. Это я... Не знаю... Сколько? Десять-пятнадцать лет назад у меня такая заколка была. И уже скоро... Сколько времени хочу такую заколку. Сегодня увидела... Много чего не было в разнообразии. Хотела что-то простое, чтобы не было видно его. Чтобы легко собрать. Ну, все. Что попалось, то и купила. Теперь у меня есть заколки. Не было у меня заколок сто лет. Мальчик зачем-то пришел. Сейчас узнаем. За сладкой лапой. Салфеточки взяла такие весенние с бабочками. Красивые. Или вот так. В общем, салфетки нам понадобятся. Нам нужны, то есть... Вот так в ладони держит. Это, подумала, может дочки захотят или в своей ванной комнате, или в своих комнатах. Цвет такой нежный был. Не удержалась. Понюхала. Запах тоже такой нежный-нежный. Подумала, может захотят. Не захотят, куда-нибудь поставим. Понюхайте. Да, очень нежный запах. Это так. Пусть будет. Эти два были, обоих взяла. Сюда поставлю. Это взяла, чтобы в ванной комнате нашей положить, чтобы... Ну, для стирки. То, что накопляется. Была одна такая корзина. Но для чего другого сейчас эту корзину оставила. Это так. Большие покупки не делала. Так. Так себе. О, зачем я туда ходила? Чтобы купить контейнер для муки. Но, напоследок, мне так не понравился этот контейнер. Если видео смотрели, она такая белая. И такой громадной показалась. И крышка так... Прямо на ней так шатался. В общем, крышка не хорошо сидела. Не крепко или не четко. В общем, не понравилась. Как взяла в руки, поняла, что не хочу я эту миску. Продавщица сказала, извиняюсь, но не хочу. Спасибо. Оставьте себе. Эту штуку взяла. Такая штука всегда нужна. Ревнующая. Ишхан пришел, чтобы... Зависливая. Чтобы здесь посидеть, погулять, она пришла, Ишхана загнала в угол и сама присела здесь. Она ведь знает, что больше всех я ее люблю. Но все равно, как будто каждый раз хочет показать, что она главная в нашей жизни. Угощается. Сюда положу. Люстербан у нас. Хотя оно такое не ест. Что сутом? Че еле ви? Катон кэнди. Да. Девочка взяла и устранила всю неполезную еду. Сладкое не ест. Ну, конфеты, мамфеты и такие, ничего жирное, ничего такое магазинное не ест. Вот. Она сама решила и... Ну, как она любила. Если вспомнить, что она ела, смотрела, я чуть не плакала. Такие конфеты ужасные, разноцветные. Эти, в общем, разные. И сразу все, закончила. Связала. Смотрите. Очень простая ваза, но так понравилось. В этой вазе любой цветок красиво будет смотреться. Ну-ка, подождите. Если эти розы немножко укоротить... Якина, не делайте этого. Может быть, если не спешить, и вот этих, к примеру, сюда. Поставить. О, все. Они рождены для этой вазы. Давайте туда эту воду утром полила, и там еще и порошок есть для них, чтобы долго держались. Нет, вазу не помыла. Роза не обидится, что ваза не мыта сразу из магазина. Окей. Это мне понравилось. Но все равно хочу этих укоротить и сюда поставить. Наверное, здесь. Столечко, подождите. Это другое дело. Надо воду сюда залить. Вот в этих пока цветы не думаю, что правильная идея. У них что-то такое, или веточки, или... Не знаю, но почему-то не рискну туда цветы положить. Эти... Это где должно было быть? Ну, вот красные на стол положу. Пусть будет с серыми свечами. Очень даже красиво. А это куда-то пойдет. О! Сюда клава. Ну, сейчас здесь не совсем убрано. Сюда положу. После ужина мы еще не убирались. Так. Это сюда. Двигаемся дальше. Крепко слезали. Невозможно открывать. Печенье керя. Сейчас на горле застрянет. Я вот так незаметно отсюда взяла. Для Бека его любимое печенье купила. Это еще печенье, любимое моей мамы. И вот совсем незаметно села. Пришла и меня уже нюхает. Ты что там ешь? А мне... И вот уже лицо бедной голодной собаки. Ха-а-а. Эскиз чонка это. Угу. Смотрите. Деревянная. Но как будто не деревянная. Как будто стеклянная. Но деревянная. У меня фруктов. Для чего хотите? Там даже салат можно сделать. Салат. Такой. Красочный. Девятнадцать долларов. Девятнадцать долларов. Девяносто девять копеек. Из Индии. Девятнадцать долларов. Да. О. Маршалс написано. А я думала мы в Гонгуте были. Это как? Anyway. Значит мы два магазина соединили в одно. Полчаса в очередь стояли. Потом говорят Экина, почему не идете в Гонгуте? Потому что не хочу четыре часа в очереди стоять. И у них два магазина в одном. Многолюдно. Вроде бы быстро двигается очередь. Но все равно. Почти полчаса стоять в очереди, чтобы купить пару чего-то. Но не хочется. Но приходится. Есть еще один Гонгут. Посмотрели. Но это в Северной Каролине. Думаю там одно и то же. Есть еще один? Не знаю. Ну да. Это так. Очень красивая по-моему мисочка. Это для мальчиков купила. У них хлаза. Где стоят их вещи. Очень высокая. Там что-то кладу и не достают. На стол. А стул у них крутится. Небезопасно. Эй, Натагазин, Манабель. О, спасибо. Покос с собой к себе в комнату понесут. О, вот так. Скуш. Вот такая, это мне нужен. Наш малыш. В общем, наслаждаемся сладко, дополнительно то, что не ела за все это время. Сегодня все съела. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Чоколад? Вот так вот. Там у них внизу шоколад есть какой-то. И шоколада? Не знаю, но у них нету ничего там. Эти баночки. Я из Амазона уже показывала, покупала большую такую баночку для закваски. А там, оказывается, за 6 долларов можно купить две такие баночки. То, что и хорошо. Размер тоже хороший. С вкусами. Говорит, худший враг этих сладкой ваты. Они все эвапорируют. Он так любит такими стаканами пользоваться, с фужерами, фужерами любит пользоваться. Это надо хорошенько постирать. И как раз разные закваски могут здесь быть с разными характерами. У меня есть из Анькорна. Это совершенно другая закваска. Малоглютенная. И не замешиваю с другой закваской. Так, это сюда. И купила, ну, полотенце для гостиной, туалетной комнаты. Хочу посмотреть, какие они. С такими... Не знаю, как называется такая часть. С пумпуликами. Здесь у нас угощение сладкое. Давайте приходите, угощайтесь, если вы сладкоежка. И я опять хотела посмотреть. Я им иногда... Сайдер, знаете? Сидер. Щипучка яблочный сок. Какая стакан канди. Я согласен. На пату так заливаю. И им это очень нравится. Джон. На специальные occasions. Они, в основном, сделали все. Они, в основном, сделали все. Стройка от Science. Говорит, мам, даже учитель говорит, что это очень трудный предмет. И я терпеть не могу этот предмет. В общем... Так, ну, хорошие. Мягкие. Можно постирать. Сразу в стирку пойдут. Кофе хотите? Эспрессо в новом этом самом. Это очень много помогает после того, как он что-то выпил. Ну, вы не понимаете. Мы с вами такое не можем понять. Как может вата помочь ребенку? После того, как он выпил воду с сладкой ватой. Идите и думайте. Собираю себе кофе. Сейчас поставлю. Как раз у нас эспрессо есть. Эспрессо правильный помол. Интересно, наш обычный кофе можно туда класть? Ну, мы пьем самый мелкий помол обычно используем. Что за звук? Это промою сейчас. Должно удаляться. Как может это быть на три стакана? Наверное, воду потом добавляют. Потому что три маленьких стакана эспрессо здесь не поместятся. На нем написано три капс. Интересно. Мейкапап три капс. Написано, если сомневаетесь. Посмотрим. Я почему-то побольше подумала бы на три капс. Сейчас промою. Потестируем. И забудем, наверное. Воду нужно налить или залить до... Вот внутри, посмотрите. Может, есть люди, которые тоже этим не пользуются. Просто хотят. Должно быть ниже этой штуки, которая внутри. Вот сюда, досюда. И это еле один с половиной стакан. Может, крепкий получается. Потом они разбавляют с водой. Такое тоже делают. Заваривают. Потом, поскольку эспрессо очень сильное кофе, сверху воду добавляют. Это идет сюда. Как хорошо, что я это сохранила. Купила лавацо. И не посмотрела, что она уже молотая. Эспрессо кофе искала. Просто взяла и купила. А мы молотый кофе такой, особенно крупного, не нашего помола, не используем. Ну, немножко оставила. Добавила. И вот кофе добавляется. И нежно вот так, 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 так делается. Можно еще капельку, но не добавлю, потому что все равно только муж пет. Я капельку попробую. Можно еще немножко. Нашу. Сильно давить не надо, чтобы кофе имело место как бы себя почувствовать. Сюда. Прикрепляем. Крутим. Маленькая, нежненькая, как раз под цвет кастрюлек. И варится до тех пор, пока не услышите странные звуки. Как будто кого-то там дышит. Душит. Так, это значит кофе готово. Сюда поставлю, чтобы ручка не разгорелась. Посмотрим, как тебе понравится. Если тебе понравится, завтра такой кофе поставишь. Себе. Я люблю наш нормальный, обычный, самый тонкий помол и в такой штучке. Это наш. Ждем с. Этот звук услышали. Кофе мужа готов. Так, в какой чашке захотите, господин? Пах, итальянский размер. Это действительно крепкий кофе. Поэтому, наверное, это может и с водой. О, это очень крепкий. На вид. Черный-черный. Хочешь воду сверху добавлю или лед. Может, это со льдом будешь пить как раз, как из кофейной берешь. Может понравится. Он любит эспрессо со льдом. Ни сахара, ни молока или крем. Сливки. Запах сильный. Сильный, такой плотный. А это я в жизни не выпью. Даже глоток не сделаю. Но мне такой нужен. Для тирамису хочу приготовить. Люсин тирамису хочет. Как раз приготовлю. Водой разбавлю. Будет домашнее эспрессо. Мы уже эспрессо-мейкеры решили не покупаем. Потому что нервы не хватает на эти машины. И потом место занимают. Особенно есть хорошие. Они как драндулеты. А я люблю, чтобы ничего не стояло. Кроме нескольких миксеров. Чайники и тому подобное. Потом это попробуешь. И это как чистится. Наверное, тем же методом. Удаляется все. Вдруг. Поэтому люди не пользуются этим. Нужно все после каждого пользования удалить. Все почистить. А эту кофеварку то, что пользуем. Прополоскали. Даже с водой прополоскали. Это уже чисто. Ни гриса, ничего нету там. Масло, жира. Просто можно прополоскать. Поверьте мне. Окей, пусть немножко остывает. Мастер попробует свое чистосердечное мнение. Скажет, а я решила лицо помыть. Масочку положить. Чай себе поставить. Пижаму надеть. И наслаждаться жизнью. Решила. Это говорит как раз то, что я обычно заказываю. Крепкий кофе. Крепкий эспрессо. Дабл шатый эспрессо заказывать. Ну это трипл шатый эспрессо. Если не квадруппл. И налет. Говорит, положи это мне. Трубочки. Трубочки покупала, но куда ставила? Хозяин вам синюю трубочку? Зеленую, розовую или оранжевую? Розовую. Розовые трубочки. Вот тебе и кофе из кафе. Наслаждайтесь. Хороший? Я не буду пробовать. Окей. Да, неплохой кофе. Я не любительница эспрессо. Он влюбленный в эспрессо. Хороший. Хороший кофе. Это как раз то, что он пьет. Иногда глоточек, когда пью из его кофе, горькое впечатление. Но очень мужской кофе. По-моему эспрессо не каждому дано пить так сухую. Молодец. Все, нашли свою мечту. Кофеварка твоей мечты. Ну и хорошо сделали, что купили именно такой арам. И маленький как раз тебе. Это мне то. Я не такая. Все, убираю, собираю. Горшки такие хорошие, скажите. Мне еще нужен горшок для монстеры. Потому что монстера так называется. В этом горшке, думаю, ей не только грустно. Она в маленьком горшке, в таком черном. А вот этот слишком большой. Сюда не собираюсь сразу положить. Чуть побольше этого, если найду, сразу в горшок посажу, чтобы этого не было. А это могу использовать для того цветка. Туда положу. Ну, сразу в горшок посажу. Не хочу такие, эти самые, покупать пластиковые. Хочу цветок сразу в горшок. По-моему так правильнее. Или я ошибаюсь? Как юный садовод. Ну вот я ошибаюсь. Но этот цветок хочет выйти отсюда. О, это лишние кусочки. Ох, я их сюда положу, а? Потом справлюсь. Окей. Не терпится уже весны, чтобы я начала свою деятельность. Уже хватит.